В своем послании парламенту президент страны очень хорошо озвучил все задачи, которые были поставлены перед 2020 годом, что было сделано, что достигнуто. И самый большой акцент, наверное, основной акцент он сделал на развитии физической культуры и массовых видов спорта. И, естественно, послание стало очень ярким отражением тех задач, которые поставлены в государственной программе. И президент очень четко обозначил задачу подготовки к четвертым юношеским азиатским играм, которые пройдут в 2025-м у нас в Ташкенте. Вы непосредственно участие принимали также в том, чтобы это событие состоялось у нас в Узбекистане. Какие первостепенные задачи по решению этих всех вопросов вы поставили в Олимпийский комитет? Во-первых, обращение нашего президента, которое было в декабре, обращение нашего президента к нашему народу, там было отражено продолжение той политики, того направления, которое наш президент озвучил. Это второй постулат – здоровый образ жизни. То есть создаются все необходимые условия для занятия спортом, быть здоровым в нашей стране. И это притворяется в жизни определенными нормативными документами, плановыми мероприятиями, конкретными действиями. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить руководителя нашего государства за поддержку инициативы Национального Олимпийского комитета и Министерства спорта по проведению четвертых летних юношеских азиатских игр в нашей стране. В соответствии с этим в обращении была четко поставлена задача перед Министерством спорта, перед Министерством туризма и Олимпийским комитетом о трехмесячном сроке разработать четкий план мероприятий, план действий необходимых, которые будут притворять для организации и достойному проведению этих игр. Мы уже совместно с Министерством спорта, и здесь наш основной будет, конечно, партнер, это хоккеймят города Ташкента, уже создали рабочую группу, проинвентаризировали все существующие спортивные объекты, проинвентаризировали гостиницы, состояние, допустим, логистики, это дороги, это аэропорты, вокзалы. И, соответственно, уже наметили, дали предложение сейчас для рабочей группы по формированию, вообще списка, сколько видов спорта мы будем приглашать. То есть работа идет начато. Мы уверены, что в нашей стране создадут все необходимые условия для организации проведения этих азиатских, юношеских, летних игр, соответствующих всем мировым стандартам. И еще будет к этому, конечно, наше узбекское гостеприимство, обязательно предложение большое. И гости увидят это все. И самое главное, это поднимет еще раз интерес у нашей молодежи к развитию занятий спортом, здоровому образу жизни. Ну вот вы как раз только что сказали о том, что вы инвентаризацию всех спортивных сооружений провели. Ну мы действительно в Ташкенте очень много у нас международного уровня соревнований проходит. Насколько сложно сейчас будет подготовить наш спортивный объект? Или может быть все-таки есть объекты, которые действительно отвечают всем международным стандартам? А в госпрограмме отмечено, что должно быть соответствие требованиям Азиатского Олимпийского совета. И какая доработка требуется? Анализ из существующего положения показывает, что практически на 80% наши объекты соответствуют. Только в соответствии с их последними требованиями. Кстати, будет приезжать все время монетирующая инспекция со стороны Азиатской конфедерации Олимпийского комитета. И в соответствии с этим у нас есть те виды, по которым надо будет нам что-то строить новое. Это, допустим, для специализированные игровые стадионы для волейбола, проведение матчей по волейболу, по баскетболу. А в основном другие виды будут только требовать непосредственно определенной реконструкции и капитального ремонта. Остальные все соответствуют. Ну и здесь, конечно, я не могу не воспользоваться случаем, уж меня простите. И на правах пресс-секретаря Федерации гимнастики Узбекистана я бы хотела спросить. Давно в планах строительства еще одного на нашей же территории, строительства спортивного зала под спортивную гимнастику, насколько может быть вот этот документ к 2025 году может протолкнет все-таки возможность уже строительства этого здания? Абсолютно правильный, корректный вопрос. Сейчас есть необходимость строительства вот этого нового здания, которое будет в соответствии со всеми последними нормативами предусмотрена в первую очередь для занятий спортивной гимнастики. Государствам разрешено начать проектные работы. Проектные работы практически завершаются. Я уверен и думаю, что в скором времени это будет все включено в программу инвестиционного государства нашего и начнется строительство.